МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфия Хайдарова. Доброе утро. Сегодня в Астане состоится 26-я сессия Ассамблеи народа Казахстана под председательством президента страны Нурсултана Назарбаева. На повестке дня пять социальных инициатив, платформа социального единства общества. Участие примут более полутора тысяч человек, в их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, депутаты парламента, представители научной и творческой интеллигенции. В завершении состоится торжественный концерт. Ассамблея народа Казахстана – это гарант мира и главный межэтнический институт в нашей стране. Как она развивалась и какие задачи стоят перед этой важной организацией, расскажет Марк Брюшко. Созданная в марте 95-го года по инициативе главы государства, Ассамблея народа Казахстана стала символом мира, главным институтом по развитию межэтнических отношений и основным механизмом по укреплению единства в стране. АНК начала стремительно развиваться как отдельный самостоятельный орган. В мае 2007 года ей придали конституционный статус. Она получила право избирать в мажорист парламента девять депутатов. Для этого в конституцию внесли ряд поправок. Именно опыт, в том числе Ассамблеи народа Казахстана, послужил основанием создания Ассамблеи народов России. Мы созданы в 98-м году. Конечно, мы изучаем опыт Ассамблеи вашей. У вас создан был экспертный совет при Ассамблее. Мы тоже создали у себя такой научный экспертный совет. 20 октября следующего года президент подписал документ, не имеющий аналогов в мире – закон об Ассамблее народа Казахстана. С этого момента организация стала полноправным субъектом политической системы страны. Определили и нормативные правовые основы ее деятельности. Важным этапом в развитии Ассамблеи стало и открытие в регионах домов дружбы. Ее роль очень важна для каждого казахстанца. Для представителей всех этносов, проживающих в Казахстане. И так как деятельность Ассамблеи направлена на единение, на дружбу, на согласие, то есть каждый представитель любого этноса под эгидой Ассамблеи всегда вносит вклад именно в это направление, для того, чтобы была стабильность в нашей стране. Так как где будет стабильность, где будет мирное сосуществование, там будет рост и уровень жизни будет повышаться. 2015-й в Казахстане был объявлен годом Ассамблеи. 23 апреля на очередной сессии АНК глава государства поставил 7 новых задач, в реализации которых организация принимает непосредственное участие. Среди них развитие всеказахстанской культуры, укрепление единства народа на основе общих духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание молодежи, дальнейшее развитие государственного языка и трехязычного образования. Главной темой 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана станут пять социальных инициатив, как платформа социального единства общества. Пройдет она сегодня во Дворце мира и Согласия. Участие в этом знаковом событии примут более полутора тысяч человек. Среди них председатели этнокультурных объединений, депутаты парламента, научная и творческая интеллигенция. Марк Брюшко, Наурыс Базаров, Хабар, 24, Астана. В 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана примут участие 18 акмолинцев. Среди них не только представители этнокультурных центров, но и ветераны труда, руководители крупных хозяйств региона. Гирихан Яндиев, председатель Акмолинского областного чечено-ингушского общества в войнах принимает участие в сессиях ежегодно на протяжении более 10 лет. Каждый, говорит он, дает позитивный заряд и посыл на предстоящую работу. Отмечу, в области проживает более 10 тысяч чеченцев и ингушей. Многие из них довольно активно вносят свою лепту в общественную жизнь региона. Сегодня они делятся планами на текущий год. В этом году мы будем работать над разъяснением, работать над пятью социальными инициативами президента, очень своевременными, кстати. Мы будем также налаживать связи и в рамках программы «Ургани Жангру» с исторической родиной. Есть у нас планы развития, способствования развития туризма, такого взаимного, знаете, с Ингушетия, с Чечнёй. Майские праздники в Алматы обещают быть насыщенными. Большой праздничный концерт, посвященный Дню Единства народа Казахстана, ожидается 1 мая на площади имени Абая перед Дворцом Республики. На нем вместе с казахстанскими звездами выступят творческие коллективы этнокультурных объединений, а вечером программу продолжит знаменитый хор турецкого. Там же пройдет праздничная церемония и День защитника Отечества 7 мая. На LED-экранах будет транслироваться парад из военной базы «Мнотар», а на самой площади состоятся торжественные проводы алматинских призывников на военную службу. В их честь будет играть Государственный духовой оркестр Казахстана. 9 мая, к 73-летию Дня Победы, горожане возложат цветы к вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Ветераны войны и тыла смогут отведать солдатской каши на военно-полевой кухне и посмотреть концерт. Здесь же будут представлены военная техника и так называемые живые статуи героев Великой Отечественной. А в этот же день традиционно на площади Астана будут звучать фронтовые песни и завершится празднование фейерверка. В преддверии этих знаменательных дат в течение месяца в городе на различных площадках будут организованы различные мероприятия. Это площадки как открытые в каждом районе города, так и традиционные очаги культуры. Это наши и филармонии, и концертные залы, и дворец республики, театры, музеи. Новые правила аттестации учителей по новой системе озвучили эксперты на брифинге СЦК. Она будет проходить в два этапа. Первый включает в себя само тестирование на знание учебного предмета и методику преподавания. Во втором проводится аналитическое обобщение деятельности педагога. На задание выделено 200 минут плюс дополнительные полчаса для преподавателей математики, физики, химии и информатики. Также появилась возможность подавать апелляцию, если это необходимо. При успешном прохождении надбавка за категорию составляет от 30 до 50% от оклада. Результаты тестирования считаются действительными один год. Примерные вопросы и задания будут публиковаться в республиканских газетах уже со следующей недели. Отмечу, национальный и квалифицированный тест пройдет с 26 мая по 5 июня и с 1 по 10 ноября. Заявки на него подали уже более 60 тысяч учителей общеобразовательных школ. Мы предполагаем, что это будет 100 вопросов. Здесь не будет вопросов по психологии. Здесь будут вопросы касаемо... Первый блок — это вопросы касаемо самого предмета. 70 вопросов национального квалификационного теста касается именно предметных знаний. Независимо от результатов тестирования, аттестации, существующая категория и существующая доплата у педагогов за эту категорию, они сохраняются. Педагогам выделено 2 минуты на каждое тестовое задание. Пороговый уровень по квалификационным категориям. Педагог-модератор 50%, педагог-эксперт 60%, педагог-исследователь 70%, а также педагог-мастер 80%. В случае непрохождения порогового уровня педагогический работник имеет возможность перерезать в ноябре. В следующем году газопровод может появиться сразу в четырех областях Казахстана. Пользоваться природным газом смогут 2 миллиона 700 тысяч человек. Для реализации проекта в стране разработана дорожная карта. Попасть в программу по газификации надеются и жители северного региона, где приходится топить печь по 7-9 месяцев в году. Подробности у Ирины Панфиловой. Вот так круглый год мы топим печку. Дровами, углем топим. Это создает нам неудобства. Анатолию Дудникову 83 года. Всю жизнь ветеран труда живет в частном доме. Зима на севере страны суровая. В холода топить печь приходится дважды в день. Поэтому пенсионер ждет, когда в регион проведут обещанный природный газ. Заготавливать дрова, колоть, уголь вести. И выносить все это тяжело нам. Мы будем очень рады. И когда газ придет, будет для нас, особенно для пенсионеров, очень хорошо. Это экология, это сохранение лесов. Каждый год на севере страны на дрова идет около 300 тысяч кубометров древесины. В сильные холода жители частного сектора в основном отапливаются углем. Что сказывается на экологии населенных пунктов. Но главный потребитель угля в регионе ТЭЦ. За отопительный сезон здесь сжигают 2 миллиона 700 тысяч тонн твердого топлива. Ежегодно на ТЭЦ образуется примерно до полутора миллионов тонн золошлаковых отходов, которые размещаются на золоотвалах. Эта газификация поможет уменьшить выбросы. Второе, уменьшить образование промышленных отходов. И третье, уменьшить именно загрязнение земель, которые отведены именно для этих золоотвалов. Благодаря пятой социальной инициативе главы государства вопрос газификации будет решен. В Казахстане уже разработана программа по централизованной подаче голубого топлива в центральные и северные области страны. В планах в следующем году обеспечить природным топливом 2 миллиона 700 тысяч казахстанцев. Есть дорожная карта на первый этап строительства. Как раз в 2019 год этот газ должен прийти в остановку. Мы очень надеемся, что вторым этапом газификации страны будет продолжение магистрального газопровода через города Каштау и город Петропавловск. Сейчас в Казахстане газифицировано 9 областей. Пока пользоваться природным газом могут меньше половины жителей страны. Ирина Панфилова, Тулегин Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Северный Казахстан. Хабар, 24. Ну а сейчас о событиях в мире. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поприветствовал итоги исторического межкорейского саммита. По словам главы Белого дома, он продолжит деятельность в направлении полной денуклеаризации КНДР. Такое заявление лидер США сделал во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне. Трамп также выразил надежду на то, что предстоящая встреча с главой Северной Кореи Ким Чен Уином пройдет успешно. Лидеры США о Германии также обсудили иранскую тему, ситуацию в Сирии, сотрудничество в рамках НАТО, а также другие проблемы международной безопасности и экономические вопросы. Отношения между США и КНДР развиваются. В последние месяцы произошли радикальные изменения. Наши стороны договорились о встрече. Проблема ядерного оружия касается всего мирового сообщества. Межкорейский саммит – это первый шаг в светлое будущее. Немцы не понаслышке знают важность первых контактов после долгих лет разделения. Несмотря на такие позитивные изменения, мы останемся бдительными. По меньшей мере, три человека убиты израильскими военными. В результате продолжающихся акций протеста палестинцев в секторе Газа, по данным местных врачей, еще около 200 человек получили ранения. Двое из них находятся в критическом состоянии. В очередном марше приняли участие 10 тысяч протестующих. Они пытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из анклава в Израиль. В ответ военные применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ в пяти разных районах вдоль границы. Напомню, палестинские выступления под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются уже пять недель подряд и сопровождаются столкновениями с израильскими войсками. С 30 марта погиб 41 палестинец, еще более 5 тысяч получили ранения. В Южнокорейском Кейптауне на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда с автомобилем. Погибли семь человек, сообщает агентство Reuters. Информации о пострадавших нет. По данным полиции, авария произошла по вине автомобилиста. По словам сотрудника правопорядка, водитель проигнорировал сигналы на железнодорожном переезде. Ведется расследование. Сегодня в Астане пройдет вечер памяти Батырхана Шукенова. Поклонники творчества эстрадного певца соберутся на центральной набережной Арбате. Широкую популярность Батырхан Шукенов обрел, когда основал группу «Астудио». Песни этого коллектива тех времен до сих пор остаются хитами. Джулия, нелюбимая, солдат любви. Осенью 2000-го артист начал сольную карьеру, в течение которой записал шесть альбомов. В этом году музыканту исполнилось бы 56 лет. Его не стало ровно три года назад, 28 апреля 2015 года. Первый этнофестиваль «Атадан Халхан Ас-Салмура» состоялся в Бурабае. В рамках программы «Рухани Жанхру» 19 районов Акмолинской области представили иллюстрацию цивилизации кочевников на поляне Аблайхана. Организаторы уверены, что демонстрация национального колорита привлечет в курортную зону еще больше туристов. Раскинувшиеся юрты принимали гостей, молодежь участвовала в спортивных национальных играх, а представители старшего поколения показали обряды бета-шар, тусау-ки-су, боса-ха-май-лау и другие. Этник-фестиваль сыграет большую роль в сохранении самобытности казахского народа, в пропаганде фольклорных обрядовых произведений, поэтому он станет традиционным, говорят организаторы. «Сохранение, популяризация национальной культуры очень важна. Здесь мы имеем огромное количество детей, для которых проведение таких праздников. Это такой праздник, объединяющий и народы в целом, и Казахстан. И я думаю, что в сегодняшнем мире в рамках программы «Рухани Жангру», в рамках программы модернизации общества, проведение таких этнокультурных праздников очень важно. Он объединяет, он показывает богатство всей казахстанской культуры. Я впервые в Казахстане. Очень поражен национальной многогранной культурой. Особенно восхищен казахской одеждой, орнаментом, музыкой, гостеприимством. Я распробовал разные блюда. Мне понравилась ваша кухня. Это были все новости к данному часу. Спасибо за внимание. Оставайтесь с телеканалом Хабар 24. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok